С вами Мечта! И это 6 действительно отвратительных способов, как целоваться в... Многие из вас любят поцелуйчики, тёмики в щёчку, в губки, в лобик. Но есть поистине отвратительные способы, когда я вижу, как люди целуются этими способами. Мне хочется блевать. И сегодня я про них расскажу. Садитесь поудобнее, поехали! И первый, один из самых отвратительных способов, это целовать его так, как будто ты готова его прямо здесь сожрать. Особенно это касается девушек на дети. Я знаю, что поцелуи это целых 2 калории сожжённых или приобретённых, я не знаю. Но перед тем, как целовать своего парня, покушайте, пожалуйста. А то пол лица может быть у вашего любимого съеденного. Съеденное, и потом вы же от него сами и откажетесь. Второй способ это слюни. Много слюней, когда вы вытаскиваете язык и облизываете человека вокруг своими слюнями капающими. Это напоминает мне больше чужого, чем какой-то приятный и нежный поцелуй. Третий, это язык змея. Высовывать ваш язык в её рот, как будто из вас вылезает кусочек чужого. Или может быть какая-нибудь глиста, змея. Короче, одним словом, отвратительно. Следующее, это целовать кого-то, когда вы торопитесь. И я не люблю эти быстрые поцелуи на ходу. Всё-таки поцелуй это нечто приятное, кайфовое. И вот эти вот быстрые поцелуи, засовывание языка в рот, торопливо. Нет, это не для меня считают отвратительным. И последнее, это целоваться с набитым ртом. Целоваться после того, как вы поедите с грязным ртом. Я не знаю, но это отвратительно. Особенно, знаете, так романтично бывает в фильмах, когда они кушают одну макаронинку на двоих. Но целоваться после еды, это не гигиенично, неприятно и выглядит устрашающе. Но решать только вам. Я рассказала про пять способов поцелуев, которые меня раздражают. Есть ещё один поцелуй, который меня бесит. Но я надеюсь, вы расскажете о нём в комментариях. С вами была Мечта. Всем пока!